Здравствуйте, дорогие зрители и слушатели, подписчики и гости моего канала. С вами я, Михаил Сергеев, и у нас сегодня замечательный гость, писатель, журналистка и историк Юлия Латынина. Юлия, извините, Юлия, рад приветствовать вас, спасибо, что нашли время. Спасибо вам, что пригласили, потому что это гораздо более приятные вопросы для обсуждения, чем те, что я обычно занимаюсь в последнее время. Ну вот это замечательно, потому что, честно говоря, для меня это обычные вопросы. Да, я стараюсь. Как вам везет? Только об этом и размышлять. Значит, мы сегодня поговорим о ваших книгах, прежде всего о книге об историческом Иисусе. Дело в том, что некоторые мои зрители спросили меня, что я думаю о вашем творчестве и как я оцениваю вашу книгу об Иисусе. И к стыду своему должен сказать, что я не мог вам сразу ответить, потому что невозможно за всем следить. В основном я читаю на английском профессиональную литературу. В общем, я взял книги, почитал и сразу должен сказать, что книга об Иисусе прекрасно написана. Вот я раньше вас не читал, так что свидетельствую, как все-таки журналист, моя первая профессия – журналист. Вот, ну вот она меня заинтересовала именно по тематике. Свидетельствую – это, конечно, слово веское в силу предмета, который мы обсуждаем. Мартуреси периотон. Да, да, ну свидетельствую. Все-таки еще одно мнение вдобавок ко всем остальным. Вот меня заинтересовало несколько аспектов вашей книги. Прежде всего, аспект, связанный с самой библейстикой. Я эту библейстику изучал в аспирантуре, и я преподаю введение в Библию своим студентам. И у меня сложился определенный взгляд на библеистику. Мне было интересно, как вы ее оцениваете, потому что вам нужно было погрузиться в эту область знаний. И по вашей книге видно, что вы прочли очень много материалов. И вот вы погрузились в библеистику, связанную с иудаизмом и христианством. В начале вашей книги об Иисусе вы разбираете так называемую документарную теорию, или, я бы сказал, документарную гипотезу. Вот мне бы хотелось спросить у вас, какое впечатление произвела на вас библеистика в целом, и считаете ли вы ее, эту область знаний, заслуживающей доверия? А если да, то в какой степени? Вы знаете, ну, во-первых, конечно, это очень сильно зависит от того, кто именно пишет, но я особенно могу просто сразу признаться, что третья книжка, которую я не знаю, каким образом выйдет, ну, именно в связи с войной и всем прочим, потому что я думаю, что у меня сейчас будет довольно сложно издаваться в России, я не хочу насиловать моего бедного издателя, который не знаю, как к всему этому будет относиться. Она была вообще очень амбициозной, то есть она не была, она есть амбициозная, потому что она была посвящена истории происхождения иудейского монотеизма вообще, который вот тем читателям моих первых двух книг про Иисуса и проагностического Иисуса совершенно понятно, откуда что пошло, потому что, конечно, истоки христианства невозможно разбирать без истоков самого иудейского монотеизма, как была придумана, как развивалась эта идея. А моей главной фишкой, моей главной любовью всегда было подходить ко всей этой истории именно как к истории, как к процессу и смотреть, какие социальные факторы, какие политические факторы, иногда просто какие-то шкурные интересы людей на все это влияли, потому что будет немножко грубо сказать, что иудейский монотеизм – это знаковое выражение экономической храмовой монополии, монополии потомка Хаорона на принесение жертв. Но, тем не менее, в общем, большая доля истины в этом есть. Это такая супер-монополия круче Газпромской. Так вот, просто я хочу сказать сразу, что есть… Я поразилась гигантской разницей между той библейстикой, которая занимается, собственно, происхождением иудейского монотеизма, которая находится на высочайшем уровне, будь то речь о собственных текстуальных исследованиях или будь то речь о современных израильских археологах, которые просто просели каждый кусочек в Израиле и которые с очень большим, на мой взгляд, даже излишним скептицизмом относятся к священным текстам, потому что вот давно ушло то время, когда торжествовали максималисты, когда торжествовали археологи типа Олбрэйта, которые раскапывали и говорили, вот слушайте, вот всё так же, как написано в Библии. Сейчас, наоборот, доминируют люди типа Надавана Амана, Исраэля Фенкельштейна, которые объясняют, что всё было не так, как написано в Библии. И то же самое мы можем сказать касательно текстов, потому что есть огромное количество людей, которые так и называются минималисты, которые вообще считают, что пытаются доказывать, что даже и документарная гипотеза для них совершенно как бы архаична и устарела, я вопрос этого мнения не придерживаюсь, и начинают рассказывать, что вообще вот еврейское священное писание в том виде, который мы знаем, чуть ли оно там не в третьем, четвёртом, даже втором веке может быть собрано из каких-то лоскутков. И вот я, когда писала вот эту вот третью книгу, я обнаружила себя в роли архиконсерватора. Я обнаружила себя в роли человека, который придерживается тех точек зрения, которые выражает, скажем, Ричард Элиот Фридман или которые выражают Эйзекия Кауфман, когда они говорят, что, ну, помимо того, что они придерживаются документарной гипотезы, они считают, что исход действительно был, ну, вернее, какое-то некое событие, которое потом стало исходом. И я тоже совершенно так считаю, потому что... Ладно, сейчас мы иначе очень далеко зайдем. Да, это тема такая, что... Да, это одна тема исхода и Моисея. Да, мы как-нибудь отдельно можем сделать. У меня годы было два назад выступление на два часа типа в Мюнхене на эту тему. Можно попытаться разыскать. Но, с другой стороны, на две секунды можно сказать о каких вещах... Да, всё-таки потому что мы иначе слишком действительно далеко идём. Или, скажем, вот я считаю серьёзным недостатком, единственным серьёзным недостатком документарной гипотезы в том виде, в котором её излагал Вильгаузен, что он действительно неправильно определил время создания жреческого документа и считает, что это была середина пятого века до нашей эры. И я, как Ричард Алиот Фридман, то есть я за Ричардом, мы пахали, я и Муха, и Фридман. Я, конечно, склонна считать, что это действительно документ достаточно древний, что это документ восьмого века до нашей эры, и что это документ, который идеологически обуславливал монотеистические реформы царя Язеки. Но мы же знаем, что можно прочесть огромное количество статей о том, что этих реформ прямо не было, что вот это не свидетельствует, это не свидетельствует. Хотя, на мой взгляд, просто один тот факт, что в царской крепости Вараде стоял алтарь, алтарь Яхве, и, судя по всему, там было два алтаря, Яхве и его женя Ашере, и вот они в восьмом веке как раз при царе Язеки Яхве, судя по всему, более аккуратненько демонтированы и похоронены. Это очень хорошее доказательство в числе других абсолютно историчности этих монотеистических реформ. Если немножечко отвлекаться... Да, так вот, соответственно, это состояние того, что можно назвать иудаистикой, когда люди сомневаются во всём, в том числе в том, в чём, с моей точки зрения, лишнее сомневаться. Это характерно для евреев. Да, могу сказать, да. И самое поразительное, что никто... Ну, то есть это совершенно нормально, но вот, условно говоря, никто в Израиле не берёт Израиля Фенкенштейна за пуговицу и не говорит, слушай, вот тут... Это же прекрасная история, которая случилась. Напоминаю нашим слушателям, что вообще библейская археология, она, когда развивалась в начале XX века, она развивалась в пику документарной гипотези, потому что в это время раскопал Шлиман Трою. Когда начинали копать Израиль в начале XX века, даже в конце XIX, то было очень большое желание раскопать подтверждение Библии, так же, как Шлиман раскопал Трою. И надо сказать, что сначала ведь очень получалось. Там взяли, раскопали Иериху и увидели к полному, значит, счастью археологов, что город был в один прекрасный момент, ну, приблизительно совпадающий с библейским, действительно взят штурмом, и в нём было сожжено всё зерно, то есть он был предан Херему, как написано в небесе. Но второй город ты не был предан? АИ, по-моему, его по-русски, я не знаю как. По-моему, он называется по-русски Гай. А, по-русски значит по-английски. Да, ну я всё время... Да. Вот всё время забываю, как он называется по-русски. Да, извиняюсь, что я перебиваю. Да, это лучше читать на языке оригинала. Так вот, и главное другое, что, да, вот было просто офигительно. Обнаружили, что у города упали стены, обнаружили, что город был взят штурмом, а не осадой, потому что в нём было сожжено всё зерно. И все стали потирать руки и кричать, вот действительно, я, собственно, взял Эрихон штурмом. А дальше выразилась у него такая неприличная вещь, что это действительно произошло, но это произошло как минимум в XIV веке до нашей эры, а мы совершенно точно знаем, когда евреи внезапно стали переходить к оседлости на земле Израиля, точнее, на Ханаанском Нагорье, где-то там в районе Шехема, ядро исторического Израиля, Шехема. И это произошло, ну вот, буквально в 1200-х годах до нашей эры. То есть на два века не сходится. Или кто-то другой брал Эрихон, или это были не те евреи. И там дальше вопрос, почему произошел этот переход к оседлости. Я думаю, что он действительно был как раз, он простимулировал некой группой, которая бежала из Египта, не выиграв там гражданской войны. Претендовала на больше, получила меньше, но убежала в бывшую египетскую провинцию. Вот. Или есть прекрасная история, конечно, это с Хацором, Гезером и Мегидо, тремя городами, которые описаны в книге царства, как города, построенные по единому плану Соломона. И вот их действительно раскопали, раскопал их, причем знаменитейший израильский археолог в свое время и Галя Лонг, который был вообще начальником штаба обороны Израиля некоторое время. И увидел, что действительно эти города построены по единому плану. И это очень характерные планы. Это, например, гигантские шестикамерные ворота. Это гигантские туннели, пробитые к источнику воды на несколько сот метров с неимоверной точностью. Это, самое главное, насыпная терраса. Когда вы берете холм, его обойтись стеной, эту стену всю еще трамбуете землей и камнями, и у вас наверху получается ровная площадка. И это не спутаешь ни с чем. Это вот абсолютно единый план. «О, – сказал Галя Лонг, – так вот же оно! Значит, вот смотрите, этот единый план, госплан, архитекторы царя Соломона все это разработали». И все это было хорошо, пока не пришел Исраиль Фиккенштейн, и не сказал, «Ребята, а как-то странно, что вот все эти города построены действительно по единому плану, но как-то вот плана этого нету в Иерусалиме. И вообще ни в одном иудейском городе той времени, того времени. А есть все эти города только в Израиле, в Северном царстве». И, в общем, очень легко доказал Фиккенштейн, что это построил действительно царь, который являлся основателем Израиля, и что это царя звали Ахав, который, как известно, такой бет-нуар в Библии. Да. Это очень хороший пример того, что Библия – безумно ценный источник. Но этот источник, как бы это сказать? Ну вот представим себе, что вот Путин победил, и археологи раскапывают обломки МХ-17, рейсы МХ-17. Я просто для людей объясняю на пальцах, извините, что я такой простой пример приведу. И они читают там, я не знаю, какую-то, соответственно, книгу, написанную при Путине путинскими пропагандистами о том, что, значит, был сбит рейс МХ-17, и он был сбит украинским судом. И они нашли обломки МХ-17. Говорят, слушайте, супер, мы нашли обломки МХ-17, все было так, как описано в этой книге. А потом они посмотрели внимательнее, говорят, это дырочки не соответствуют дырочкам от Су, а дырочки соответствуют дырочкам от Бука. То есть очень, как бы, что-то было, но было совсем другое. Это я к тому, что вот если воспринимать, как это не жёстко звучит, Библию как пропаганду, то из неё можно извлечь массу очень точных исторических деталей, потому что, например, автор в данном случае книги «Царств», дифтерономист, сто процентов знал, что эти три города построены по единому плану. Просто он, как в книге Орвелла про то, что партия изобрела правую машину, он приписал их царю Давиду, потому что он не хотел приписывать их своему ненавистному царю Ахаву. Но всё равно это очень информативный текст, который показывает, что этот человек прекрасно знал, что пишет. И вот это я, извините, у нас такой долгий рассказ, но это рассказ о том, что израильская археология, израильская библистика, вот всё, что касается... Я очень люблю это слово «ветхий завет», но просто если я буду говорить Тора и Танах нашим слушателям, то половина из них будет думать, что это такое. Поэтому, Михаил, скажите им, что такое Тора и Танах, чтобы они не переживали. Окей, спасибо. Значит, давайте я сделаю несколько комментариев. Во-первых, да, не надо подарить... Фархад Марданов, мы вас любим и уважаем, но мы пока ещё до Иисуса даже не дошли. Уж не говоря... Да, уж до Корана. Я, кстати, Коран цитирую в своих книжках, потому что я как раз его совершенно не упускаю. Я считаю, что там содержатся очень важные сведения об Иисусе. И пророк Мухаммед некоторые вещи в формировании христианства понимал гораздо лучше авторов Нового Завета, когда он, в частности, говорил, что евреи при приходе Иисуса разделились на тех, которые уверовали в Него и которые не уверовали в Него. Но это мы... Это более точное представление о том, что случилось с евреями, нежели представление евангелиста Луки. Я должен пояснить для зрителей, которые могут быть не вполне в курсе документарной гипотезы, собственно говоря. Документарная гипотеза... А слона-то мы и забыли. Да, это теория, выдвинутая библиистами, согласно которой Тора... Тора – это Моисеево Пятикнижие, Септуагинта... Нет, Септуагинта – это другое. Моисеево Пятикнижие, которое, как считалось, в ортодоксальном иудаизме было написано Моисеем за исключением того пассажа, той сцены, где Моисей умирает. Вот. Извините, я должна поправить. Если я не ошибаюсь, стандартное объяснение Рабби заключалось в том, что Моисею продиктовал Господь Бог также и сведения о его собственной смерти. Ну, это, знаете, от того, какой, да, хорошо, в этом, в консервативном иудаизме, это как раз кусок второзакония 31 глава, если я не ошибаюсь. Да, не буду это... Забыла! Да, не буду это опаривать, но только скажу, что все-таки уже в наше время евреи, ну, начиная со Спинозы, подвергли этому сомнения. Да, и Спинозу за это придали анафели. Ну, да, ну, бывает. Так вот, документарная гипотеза призвана была объяснить некоторые несостыковки и разночтения в этом пятикнижии. То есть это первые пять книг Библии или Тора, основное, о священном писании иудаизме. И эта документарная гипотеза объяснила это тем, что было четыре автора или четыре школы, четыре направления мысли. Значит, одно направление, тот или автор, или авторы, которые называли Бога Яхва или Ягва, как он по-русски, второе, которое называли Бога Элогим, третий, Дефтераномист, и четвертый, это самый прист-лесорс, священники подытожили все это. Вы знаете, я, честно говоря, отношусь к этой гипотезе крайне скептически. Я читал, да, книги по этому поводу, ну, естественно, я не специалист, но то, что я читал, навело меня на большие сомнения относительно всего этого дела. Ну, вот, например, возьмем идентификатор и яговист, и элогист, и ягвист. Ну, вот один сорс говорит, что Бог – это Яхва, второй, что это Элухим. Элухим – это, значит, не единственное число, множественное число, значит, там могли быть остатки политеизма или что-то еще, и вот, и поехали. И вот я беру современного пророка 19 века, персидского Бахауллу, который создал веру Бахаи, и он в своих скрижалях пишет на одной странице Я, на другой странице Мы, на одной странице Яхвы, на другой странице Элухим. То есть это все могло быть литературным приемом, ведь Библия – это гениальное произведение литературы. Взять одну историю Давида и Авессалома – это же потрясающая вещь. Это первое. Второе. Второе мое соображение такое, что для ортодоксальных евреев того времени царство Израиль, северное царство, после того, как объединенное царство, ну, я понимаю, что это объединение было такое же, как объединение России с Украиной. И Давид просто, как бы, все завоевал. Это было понятно. И оно не продержалось очень долго. По традиции его сын Соломон построил храм, и после того, как он умер, все сразу развалилось. Так вот, северное царство, которое осталось без храма, оно считалось и в Библии. Мы читаем, что все северные цари, начиная с первого, это вероотступники. И вот эта документарная гипотеза говорит нам, что священники в V веке или в каком-либо веке, другом, взяли и взяли летописи этого Израильского царства как одни из возможных вариантов летописи. Да я бы никогда не взял эти летописи. Это же вероотступники. Поэтому все эти лохисты или яхвисты, это все крайне, крайне сомнительные, на мой взгляд. По крайней мере, так я говорю своим студентам. Особенно учитывая то, что вы приводили пример Путина, не к ночи будет помянута. Значит, мы вот сейчас разбираемся, что происходит в Белом доме или в бункере, в Кремле, не знаю, там еще где-то, и не можем толком понять. А тут мы разбираемся, что происходило 4 тысячи лет назад с Авраамом, Моисеем и еще кем-то, имея какие-то действительно археологические данные то там, где-то они сходятся, где-то они не сходятся. Поэтому, опять же, мой личный взгляд, я воспринимаю всю эту теорию как гипотезу. Но она очень хороша, потому что она очень хорошо структурирует материал, и когда вы его структурируете, вам легче читать и понимать, так сказать, связывать воедино то, что там происходит. Так, я извиняюсь за этот большой комментарий, но нам нужно переходить дальше. Да, переходить дальше. И можно я действительно, на самом деле, я действительно увлеклась. Буквально два слова про документарную гипотезу. Единственная причина, по которой я считаю, что документарная гипотеза действует, заключается в том простом обстоятельстве, что если мы разделяем, там не только имя Яхве, там есть и много других признаков, но дело в том, что если мы начинаем учитывать все эти признаки, то мы, например, просто берем рассказ о всемирном потопе, и оказывается, что он абсолютно четко по параграфу разделяется на два сформированных вместе источника, один из которых Яхвест, а другой из которых это жреческий документ, и версия Яхвеста и версия жреческого документа противоречат друг другу, но каждый параграф Яхвеста согласуется с каждым следующим параграфом Яхвеста. Это буквально вот как если бы вы вместе сыпали красные и белые шарики, а потом разобрали, и одни шарики оказались только красными, а другие белыми. Вот это очень важно, потому что, например, Яхвест все время в рассказе о жреческом, рассказе о потопе, я опять что-то забегаю в подробности, но они очень интересные, на мой взгляд, и вкусные. Яхвест, скажем, когда он говорит о потопе, он всегда говорит о том, что животных было семь пар чистых... Сейчас, одну секундочку. Шинаем, шинаем. Короче говоря, смысл заключается, что было семь пар чистых... Так. Проще вспомнить весь текст. Шинаем, шинаем, иш, ве, иш, то. Шинаем, шинаем, захарон кива. Так, соответственно, фишка заключается в том, что поскольку Яхвести ной приносит жертву, то он берет по паре, правильно, по паре нечистых и по семь пар чистых, потому что он чистым животным приносит жертву. А по стойке точки зрения жреческого документа жертву не может приносить никто, кроме как потомки Аарона, то, соответственно, ной в нем жертву не приносит. Вместо этого ной заключает с Господом договор. И, соответственно, число животных изменяется, и мы это видим везде. Например, мы в том же самом, в Яхвести, когда мы видим, что происходит с Ковчегом, мы видим, что там есть такой языческий божок, который сам запирает дверцу Ковчега, Вайсгор Адунай Баадо, за ним закрыл Господь дверь. А, соответственно, в жреческом документе ничего подобного не происходит. Или мы видим, что в Яхвести тот дождь, который обрушится на землю, это просто дождь, обычный, но дождь, который продолжался, правда, 40 дней. Вайхи хагешем аль-Аритс арбаим йом ве арбарим айла. Извините за мой это самое хреноватое произношение еврейка, но уж как выучено. Вот. А когда речь, говорится, жреческий документ описывает этот же самый поток, то он описывает абсолютно космическое происшествие. То есть распахнулись все окна неба, раскрылись все источники бездны. И он продолжается 150 дней. И это мы видим в одном тексте и в другом тексте абсолютно связано между собой. Вот это, например, с моей точки зрения, почему документарная гипотеза действует. И это можно разбирать на примере десятков других таких кусков. Но я, собственно, какой спич-то хотела затеять, что вот если относительно того, что происходит в иудаистике, это что-то совершенно невероятное, это пир духа. И нету никакого там, я не знаю, людей, которые бегают вокруг и говорят, вы тут нарушаете государственные духовные скрепы, вы тут, значит, пишете, что евреи на этой земле пришельцы, живут три с небольшим тысячи лет, почему вы не что-то там, а вот вы говорите, что до этого жили Амареи, а как это нехорошо. И вообще тут вы вот вместо того, чтобы рассказывать о том, какой уникальный был бог в Яхве, вы раз за разом начинаете рассказывать, что он ничем не отличался от обычных хананских божков, которых почитали на высотах, которым ставили столбы, и озер этих столбов сажали Ашилу. Ну, что вы делаете-то? Скрепы нарушите. То вот как только мы, к сожалению, подходим к христианской библистике, то тут начинается просто вот торжество Мизулиной. Ну, не все, естественно, потому что вот я, моя книжка написана в русле абсолютно великих ученых, которых я очень люблю. Я же не сама очень многое придумала, хотя, надеюсь, что что-то там я добавила хотя бы в качестве хорошего слога, извлекательности, повествования. Я уже даже не буду цитировать просто основоположника жанра Эймаруса, потому что человек все-таки жил в 18 веке, неприлично ссылаться на что-то, что было написано в 18 веке, но я буду цитировать Айслера, я буду цитировать Брэндона, я буду цитировать моего любимого Роберта Эйзенмана, который, конечно, очень тяжело пишет, но совершенно великолепен. Это ученые, которые демонстрируют действительно абсолютную независимость мысли. Но и мы с вами знаем, что можно вот просто реально, и это называется текстами учеными, что можно найти книжку, в которой серьезно, кажется, Кина на ее некий писал, в которой серьезно пишется, что Иисус совершал чудеса, потому что у нас об этом есть письменные свидетельства, и как бы нехорошо, а других свидетельств нет, нехорошо пренебрегать источниками, которые заслуживают доверия. И нехорошо, значит, вот все, что нам мешает в это верить, это какая-то нехорошая западная рациональность, которая вот почему-то начала доминировать с 18 века. И это написано в книжке, которая называется научность. И люди как бы не стесняются, то есть, если вот проводить сравнение с путинской пропагандой, это если происходит абсолютная деконструкция Торы как пропаганды в иудаистике, то вот да вот слушайте, я только что читала как раз возражения Брэндону, которые 20 лет собирали и копили, и некий Бамилес дал целый сборник этих возражений. И там в частности в одной статье обсуждалось очень известная просто абзац, который принадлежит видимо префекту Египта Сосиану Ироклу, который был большим нелюбителем христианства и вместе со своим императором Максимином Дай его преследовал и Сосиану Ироклу называл, говорил, что то, что совершал Иисус, было латроциниум. То есть, ну, это не совсем разбойничество, это было неправильно говорить разбой, это совершенно тот же термин, что в Талвуде бирьяним, то есть совершенно тот же термин, что у Иосифа Флавия листай. То есть, если так вот хорошо переводить на русский современный, это религиозные террористы. Скорее всего, Сосиану Ироклу написал, что, значит, Иисус был религиозным террористом, так если переводить с римского легального, с латинского легального. Так вот, и там совершенно целая статья этому посвящена. И знаете, что в ней сказано, Михаил? Это высказывание не имеет параллелей в Новом Завете и стало быть не может являться истиной. Не, ну, знаете, каждый человек имеет право на собственное высказывание. Не, ради Бога, но при чем здесь наука? Тогда не называйте это библейстикой, называйте это теологией. Ну да, можно назвать это теологией, можно назвать это библейской теологией, критической теологией. Знаете, тут разные подходы. В этом смысле Америка напоминает мне то, что вы говорите про Израиль. Я вот живу больше 30 лет в Америке, у меня нет никакого ощущения стеснения от того, что я буду говорить своим студентам в классе, преподавая Библию, и у меня нет никаких внутренней, никакой внутренней цензуры. Хотя почему-то в России считается, что политкорректность здесь все отравила отнюдь. А насчет Израиля я вполне понимаю, потому что для евреев вообще характерно критическое мышление. Весь Талмуд построен на традиции критического мышления. Там нет единого взгляда, там много-много-много-много-много-много-много разных взглядов, практик и так далее. И вообще вот чем иудаизм отличается от ислама и христианства, это тем, что в нем есть пророки, а пророки критикуют самих иудеев. Вот этой традиции самокритики нет ни в христианстве, ни в исламе. Поэтому я не удивлен, что христианская библеистика, она немножко другая, нежели иудейская. Так, ну, знаете... Михаил, ну вы согласны с моим тезисом? Меня просто... Вот это мое личное наблюдение. Насчет чего? Насчет того, что люди... Нет, насчет христианской библеистики, то, что в христианской библеистике сейчас в наше время допускаются такие вещи, которые никакой любой науки и, извините, просто не пролезли бы. Вы знаете, в американской библеистике дело в том, что она очень разнообразна. Если брать католиков, они более централизованы, они более, так сказать... Католики, насколько я знаю, либо они страшно за католическую веру, просто умрут, либо они также страшно против католической веры, тоже готовы умереть. Значит, протестанты, вот эти ребята расслабленные, спокойно воспринимают любые мнения, но, конечно, если вы не берете евангелистов. Евангелисты, они, так сказать, на голову двинутые, и, так сказать, с ними нужно аккуратно. Особенно с теми, кто считает, что динозавров не было, или что там Земле всего 5000 лет и так далее. Встречал таких людей очень симпатичные, добрые люди. Я надеюсь, они-то все-таки научных книг не пишут. Ну, не знаю. Я просто мне искренне не попадалась. Здесь столько книг выходит, что я не знаю, пишут они что-то или не пишут, но те книги, по которым я преподаю введение в Библию, это, так сказать, стандартные текстбокс, есть тут такие самые лучшие, как говорится, самые популярные в университетах, которые излагают всевозможные теории. Вот эта теория, вот эта теория, вот эта теория, вот эта и так далее. Более того, Михаил, вот вы проверьте меня, насколько я понимаю, что в протестантских, просто в протестантских священнических колледжах в Америке совершенно спокойно преподается то, что написано в моей книге, ну, плюс-минус, и никто от слов, что Иисус был, ну, как бы, полный сын своего времени, что он, конечно, был абсолютно стопроцентно практикующим, фанатическим иудеем, и что он проповедовал ровно то, что проповедовали тогдашние миллионаристы, зелоты и сикарии, как-то даже и не оспаривается. Вот мой другой тезис, что он, собственно, был не просто одним из зелотов, секрет популярности Иисуса, был ровно в том, что он был, что это была очень серьезно структурированная секта, иерархическая, тоталитарная, и хотя она, как все иерархические тоталитарные секты, разделилась на несколько кусков, которые тоже тут же же начали выяснять отношения друг с другом, как там Троцкий с Сталином и так далее, или там Мельшевики с большевиками, тем не менее у нее было несколько признанных вождей, и один из них попросту и был Иисусом, где-то там был не сбоку, он поэтому и остался, что он был так же хорошо известен, как Бен Ладен, из-за этого, собственно, его и грохнули римляне. Эта точка может быть, естественно, может преподаваться, и, естественно, ничего вам за это не сделают, не будут, так сказать, вас гнобить, если только вы не живете в этом библейском поясе, в Байбл-белте, где живут евангелисты, и там у вас будут проблемы. Но, насколько я знаю, эта точка зрения не является мейнстримом. Нет, она не является мейнстримом. Ну, она, нет, тем более то, что я излагаю, точно не является мейнстримом, хотя вот я призову на помощь Роберта Эйзенмана. Мы можем обсудить причины, по которым мне это кажется более, ну, более правдоподобной, чем вот, чем просто представление в Иисусе как мелком неизвестном революционном пророке, который просто был никому неизвестен, да, говорил примерно то же самое, вот это то, что говорят Альберт Швейцер, то, что говорил Брэндон, то, что говорит Пул Эрман, книги которого, кстати, выходят миллионными тиражами, как я понимаю. Вот, они говорят примерно то же, но мы не сходимся в вопросе о том, насколько высок был статус Иисуса в этом движении. Вот я хотел задать вам этот вопрос. В своей книге об Иисусе, вот, наконец-то мы все-таки перешли к Иисусу, в своей книге вы опираетесь на идею о том, что Иисус был антиримским повстанцем, да, зелотом, как это по-русски называют. Это не совсем точно, то есть, конечно, говорить, что антиримский повстанец, это само собой, но понятно, что тогдашние антиримские повстанцы в силу именно того, что они были религиозными фанатиками, их программа переустройства мира была гораздо шире. Напоминаю, что она включала вечную жизнь для всех, кто... Не только физическую победу над Римской империей, но она включала в себя некоторое присутствие Господа на Земле там, которое реализовывалось разными способами, и полную перемену космического порядка, в частности, вечную жизнь, физическую вечную жизнь для всех, кто является праведниками и святыми, то есть, является последователями данной секты, вечные, посмертные физические мучения для всех, кто является грешниками, а грешники – это все, кто не является членами данной секты, древо жизни, пересаженное к престолу великого царя, как это написано в книге Еноха, Еноха, прости. Я не знаю, как по-русски точно говорить, потому что все эти названия вы по-английски выкидывали. Вателит и Еноха, конечно, извините, я просто вспоминаю, как на иврите, но на иврите точно, значит, можно будет. Извините, у меня с названиями, кстати, с ударениями вообще на всех языках я должна в этом признаться. У меня письменная жизнь и речь. Вот, как это написано в книге Еноха. Да, и даже, помните, был совершенно замечательный отрывок из Папии Иерапольского, который цитирует Ирине Ильонский, который не вошел полностью в Евангелие, но с благоговением цитируется о том, что вот, когда будет Царство Господа, тогда, значит, каждая лоза родит, каждое виноградное дерево родит 10 тысяч, у него будет 10 тысяч лоз, в каждой лозе будет 10 тысяч веточек, на каждой веточке будет 10 тысяч ягод, и каждая ягода будет кричать, возьми меня, я лучше. И, соответственно, еще одной важной, более-то важнейшей с моей точки зрения, абсолютно, что и предопределило все, было появление у этой части иудейских милионаристов, я думаю, что, возможно, это появилось благодаря Анну Крестителю, которого мы также знаем как цедок, основатель четвертой секты, идею о том, что вот очень долго иудейский милионаризм, еще со временем восстания, Маковеев говорил о том, что для верующих, для правильно верующих будет физическое бессмертие и физическое воскресение тела, а поскольку несколько десятилетий военных неудач к этому времени, видимо, действовали милионаристам на нервы, то нашлось прекрасное объяснение, что вот как-то мертвые не воскресают, римляне или ирод раз за разом одерживают победы, и тут кому-то пришло в голову, я думаю, что очень вероятно, что это пришло Иоанну Крестителю, хотя Иосиф Лавик говорит, что некие два фарисея, Иуда и Матафия проповедовали то же самое, они говорили, что вот кто помрет за веру, того душа вкушает вечное блаженство. То есть появилась идея о том, что все эти ништяки будут на небе, и люди станут святыми, и они сбросят с одежды грешные тела и обратятся в эфирные одежды ангелов, и станут равным ангелом, и будут там сидеть на тронах чуть пониже Господа, и будут сиять. Ортодоксальный иудаизм, конечно, такого был в ужасе, он вообще запрещал восхождение на небо. Ну, там, пророк Илья просквозил, но, в принципе, не нравилась эта история. Он запрещал видеть Бога. Тот, кто видел Бога, умирал, а тут тот, кто видел Бога, но это уже в более рафинированных вариантах, преображался в ангел. Он физическое тело с себя снимал и становился эфирным ангелом. И постигал все знания мира. И вот, конечно, когда это предложение, оно было совершенно чисто техническим, надо было объяснять, почему у нас, ребят, ничего не получается. Но, когда оно было предложено, то, конечно, перспектива у него была, ну, просто абсолютно гигантская, потому что это объяснение пригодилось не только тем, кто бегал с мячами и боролся против времени. Можно мне вставить несколько комментариев? Да. по поводу физического воскресения. Да, вы совершенно правы, что вот эти две черты, физическое воскресение тела и миллионаризм, то есть будущее тысячелетнее царство, они вообще-то стали главными столпами, двумя столпами раннехристианской теологии. Один из первых отцов церкви, забыл его, как его звали, уже, но он как раз первый ввел в оборот вот эти два термина, буквальное понимание тысячелетнего царства и буквальное понимание физического воскресения. Вот и те, кто не верил в физическое воскресение Христа, отлучались от церкви. Лично для меня идея... Я прошу прощения, я процитирую Поликарп Смирненский в 160-х годах писал, что кто не верует в физическое воскресение Христа, тот сын сатаны. Да, но еще один был, забыл его этот самый... но они все, все они были очень сосредоточены, например, Юстин Мученик, он как раз представлял некоторый регресс от тех идей, о которых я говорю. Юстин Мученик даже говорил, что типа вот мы, да, мы знаем, что мы свои тела получим обратно, а всякие, кто думает, что души тотчас после смерти берутся на небо, не считайте их христианами. Это вот всякие маркианиты и василидиане. Да, гностики, да, совершенно верно. Но лично для меня, опять же, лично для меня идея физического бессмертия, которую, кстати, сейчас проповедуют свидетели Егова, она вообще кажется очень сомнительной. Я очень сомневаюсь, что Иисус Христос мог проповедовать такую глупую идею, потому что физическое бессмертие, понимаете, вы можете, вот сейчас как трансгуманисты, которые хотят сделать нас бессмертными, ну или хотя бы практически бессмертными, то есть мы будем жить миллион лет, этого достаточно. Вы можете, возможно, сделать сингулярность, срастить человек с роботом, обеспечить себе долгую жизнь, можете даже как-то замедлить старение, можете, так сказать, здоровье быть, у вас может быть хорошее, если медицина будет супер продвинутая, но вот чего вы не сможете никогда сделать, это избавиться от страданий. Страдания, они преследуют нас в самых разных вариантах, это может быть эмоциональные, психические, духовные, физические и так далее. То есть идея физического бессмертия, это идея ада на земле. По-моему, это совершенно очевидно, ни один нормальный человек не захочет жить постоянно, вечно, вот в этой земной жизни. Я также поэтому не верю в реинкарнацию, ни один нормальный человек не захочет еще раз посетить этот мир, одного раза достаточно. Поэтому я очень сомневаюсь, что Иисус Христос учил об этом, но это, как говорится, мое личное, мое личное мнение. Можно я просто добавлю, да? Нам очень сложно представить себе, что Иисус Христос учил, потому что, это, кстати, еще одна важная деталь, как раз, которая, на мой взгляд, является одним из гораздо более, одним из самых существенных вещей, доказывающих то, что Иисус был действительно очень широко известен. Нам сложно, дело в том, что появилось очень скоро после его смерти такое количество разнообразных изречений, приписываемых Христу, что и такое количество способов, которые объясняли, почему не умер, он не умер, потому что, например, одни объясняли, что он физически воскрес и после этого вознесся. Другие христиане, ну, можно сказать, точнее, другие назареи, другие последователи Иисуса говорили, что никакого казни Иисуса не было, потому что, на самом деле, он был дух, только принявший облик человека, а так у него ножки не касались земли, иногда он сиял, это вот версия изложена в Деяниях Аанна, кстати, достаточно рано написанных, то есть в самом начале второго века. Опять же, третья версия гласила, что да, человек-то Иисус умер на Христе, но просто дух Христос надел этого человека как джинсы или рубашку, а когда, значит, случилась эта неприятность с Христом, с Христом, то снял. Сильное подозрение у меня, что это же именно версия изложена в Евангелии Марка, потому что там вот Иисус кричит на Христе, Боже мой, Боже мой, почему ты меня оставил? Вот, я это просто к тому, что когда у вас буквально через несколько десятилетий после смерти персонажа возникает такое количество сект, которые все клянутся его именем, но такие разные истории рассказывают, причем и с богословской точки зрения, и с точки зрения обрядов, кто-то из них соблюдает иудейский закон, кто-то не ест даже хлеба, а питается только овощами, как питался, видимо, оригинальный Иоанн Креститель, и как питались Адам и Ева в раю, они же там не ели мяса и не ели даже хлеба, потому что в поте лица свой хлеб они стали есть потом. Они приветствовали. Да, кто-то наоборот кушает все, что продается на рынке без всякого исследования, как предлагал апостол Павел своим последователям. И вот когда вы видите такое разнообразие сект, которые, кстати, не ограничивались во Всеримской империи, это очень большая ошибка думать, что христианство ограничивалось Всеримской империей, потому что огромное количество сект, кстати, сильно большая часть из них были гностическими сектами и соблюдающими по крайней мере сначала иудейские законы, они были как раз за пределами Римской империи, они оттуда убежали от преследования, что вполне логично. Многие из них существовали там и до третьего, и до четвертого, и до пятого века нашей эры. Кстати, мы уже говорили об исламе, и просто тут нельзя не сказать, что некоторые из этих сект, когда их стали преследовать уже в Персидской империи, потому что в 270-х годах в Персидской империи установили государственную религию, это был зороастризм, а в этот момент в Персидской империи, как гласит надпись местного первого секретаря парткома зороастрийского жреца Картира, он там повыгонял очень многих, он написал, что вот это были христиане, он отдельно написал в этой надписи, где он рассказывает, кого он выгнал, упоминает Назареев, то есть иудействующих христиан, он отдельно упоминает Мактаков, если я не ошибаюсь, это баптисты, может быть, это последователи Ана Крестителя, которые частично под именем Мандеев дожили в иракских пустынях до наших дней, то есть он упоминает еще, не считая Манихеев, он еще упоминает штук пять разновидностей различных последователей Христа, Манихеи тоже были последователями Христа, реформированными, и вот вся же эта публика, когда она побежала из Персии, а в Лиме ее тоже не ждали, потому что к этому времени там сложилась своя ветвь христианство, я напоминаю нашим слушателям, что часть этой публики убежала как раз в Аравию, в Мекку, в Медину, и вот там-то от них человек по имени Мухаммед довольно много чего наслушался, и, например, вот была такая секта Ильха Саидов, которая как раз соблюдала иудейский закон и тоже ждала возвращения Христа, и вот, как я уже сказала, они не пили вина, они все время постоянно омывались, то есть они крестились, но это считалось крещение, они в воде проточной все время сами купались, и купали даже фрукты, которые ели, они, естественно, не знали никаких изображений, вот если вы посмотрите, что ислам вина не пьют, изображений нет, омовение пять раз в день, вот вы заподозрите, что именно в связи с тем, что значительное количество христианских сект, ну, то есть это нельзя называть христианские, потому что христианство – это римское имя, ну, назарейских сект. Назарейских сект существовало за пределами Римской империи, и они там, совершенно другие эволюционные силы на них действовали, чем внутри Рима, где их преследовали, то они донесли до пророка Мухаммеда несколько даже более точную картину иногда возникновения христианства. Вы знаете, сект было действительно очень много, Августин в IV веке насчитывал больше 80 разных сект, околохристианских, полухристианских, плохих христианских и так далее, и действительно было очень много, но давайте вот вернемся к Иисусу, значит, вы считаете, что новизна вашего подхода в том, насколько я понял, что вы полагаете, Иисус был не просто лидером какого-то движения, он был известным лидером, то есть это был не просто какой-то человек, которого никто не знал, и который умер, как говорится, забытым в Римской империи. Да, это одна из, я считаю, что это как раз не самое главное из вещей, которую я пытаюсь сказать, но это достаточно важная вещь, я даже, просто мы должны тогда не забыть поговорить о самой главной вещи, и самая... Давайте поговорим. о бессмертии души и трансформации. Вот, собственно, это не идея, судя по всему, Иисуса, это, судя по всему, идея того человека, взгляды, которого он разделял и который был его предшественником, то есть Иоанна Крестителя. Вот есть у меня... И, собственно, те гностические идеи, о которых мы только что говорили, они были свойственны христианству с самого начала, и даже потом произошел некоторый регресс в сторону опять традиционной для иудейских миларистов идеи воскресения тела. Так вот, с моей точки зрения, как раз вот эта вот идея бессмертия души, более того, преображения души верующего, которая с тех пор является мечтой любого шахида, попасть в рай, в ортодоксальном-то измирая нету, даже и вечной жизни-то нету. Шеол, только Шеол. Да. Да там даже и с Шеолом-то непонятно, что происходит. Так как-то вот в Торе этот вопрос, на мой взгляд, тщательно вымаран. И даже почему он вымаран, совершенно понятно, как говорит Юстин Мученик. Но че же вы говорите, что душа бессмертна, если душа бессмертна, чем она отличается от Бога? А авторы текстов типа «Жреческий документ» у них, смотрите, в «Жреческом документе говорящих животных нету», значит, «Бога видеть нельзя» и так далее, и так далее. «Ангелов нету», «Небесного воинства нету», «Небесное воинство запрещено даром», что, значит, сам Яхве, Господь воинства, Яхве Циваот. Вот, запрещаться, поклониться небесному воинству нельзя. А вот это «Свита святых» тоже запрещено, «Совет богов» запрещен. Вот все дештяки запрещены, а тут, значит, какая-то бессмертная душа. Вот ее тогда и подешили. И вот когда она в совершенно другом виде возникает в начале первого века после целого ряда неудач, то с моей точки зрения вот это тот эволюционный козырь, тот ген, который позволил христианству необыкновенно выжить и размнуться. Но возвращаясь к Иисусу, который был известным человеком, вы мне скажете, а чужие-то так мало свидетельств об этом сохранилось, да? Нет, но он же там тысячи за ним ходили, он там хлеба раздавал. Да, кстати говоря, во многих, даже в канонических евангелиях, например, в Евангелии от Иоанна вообще написано, что его многократно ловили, что про него, значит, был выдан чуть ли не ордер на обыск, что он был очень хорошо известен, и не совсем понятно, почему многие вот такие современные, скажем так, церковленные библеисты, они очень любят говорить, ну, это же написано в Евангелии, но в Евангелии, если написано вот это, они говорят, ну, это преувеличение. Потому что, ну, знаете, я тут сначала процитирую две вещи. Сначала я процитирую моего любимого Реймаруса, который просто, у него не было ничего, у него не было Талмуда, он не читал Таллидот Ешон, он не знал вот каких-то, ну, очень мало было тогда письменных источников, конечно, не было еще никаких кумранских текстов, но очень, 18 век, просто человек посидел, почитал Евангелие, сказал, так, я ничего не понимаю. Про этого человека написано, что он въехал в Иерусалим, и толпа приветствовала его как царя. Вообще-то, Иудея в этот момент была частью Римской империи. А без императора, в данном случае, Тиберия, никого царем нельзя было произгласить. Ну, кто-нибудь это самое поехал в Белый дом, и толпа бы приветствовала его как президента, он не избран. Ну, наверное, это, как это сказать, уже, особенно с точки зрения тогдашнего сурового государства, мятеж. Дальше, сказал Римарус, погодите, погодите, вот этот человек же еще и в храм вошел. И он там же в этом храме, как нам говорят, сделал некий хиппенинг, там какие-то столы менял, опрокинул, и, цитирую, не позволял, чтобы кто-нибудь пронес через храм какую-нибудь вещь. Я нашим слушателям напоминаю, что храм Иерусалимский это не парфенон, это не даже не собор Парижской Богоматери, это территория, комплекс зданий размером с две трети московского Кремля. Это самая укрепленная и самая священная точка Иерусалима, где, например, хранилась казна храмовая, и этой точке, то есть, только на ночь сохраняло ворота 200 человек. Вот, возвращаясь к... У меня сейчас много военных экспертов в друзьях, я бы их спросила, ребят, как вы думаете, сколько батальонно-тактических групп надо было Иисусу, чтобы контролировать это сооружение, чтобы никто не мог принести через него какую-нибудь вещь. И если это был мирный визит, то куда делась вся охрана храма, и почему на следующий день Иисус сидел у сокровищницы, как пишет тот же евангелист Марк. Вот объясните мне, при каких обстоятельствах, условно говоря, человек, не избранный американским президентом, может занять Белый дом и сидеть там в овальном кабинете, его никто не попрет. Ну, я думаю, что евангелисты вам ответят, что просто эти ребята, которые писали евангелие, они действительно занимались пропагандой и рисовали Иисуса значительно более влиятельным, чем он был на самом деле. Все предназначено. Вот, а в том-то и дело, что мы в евангелиях замечаем наоборот тенденцию, что они пытаются все это преуменьшить. Тот же Марк вот всю эту историю с переворачиванием, с занятием храма пытается представить как некую художественную акцию в стиле художника Павленского. Ну, чего-то там столы перевернули. Но если посмотреть, есть же у нас совсем неприятные вещи, которые уже вот Ирина Русских не цитировал, да, он просто логику разбирал, и логика железная. Есть же совсем неприятные вещи, которые связаны, ну, например, Гегисип, который не сохранился, ну, сохранил с его цитатой Евсевия Кисарийского, говорит, что после Иудейской войны Веспасиан преследовал род Давидов и казнил родственника Иисуса, а потом то же самое делал Домицаан, но там, правда, этих родственников не казнили, отпустили, а потом то же самое делал Троян и опять казнил родственников Иисуса, и тогда погиб Симон Барклиопа. Значит, возникает вопрос, но Веспасиану после Иудейской войны, которую там страшные сикарии устроили и зелоты, логично было бы преследовать род мессии сикариев и зелотов, а бедный Иисус как попал под раздачу его родственники-то за что? Да, или вы можете сказать, что это ошибка, да? Мы не знаем вообще о родственниках Иисуса, то есть мы не знаем, насколько это были родственники, с какой стороны, между протестантами и католиками идут спор, были ли у него действительно братья, братья ли это, или он всех называл братьями, как здесь вот афроамериканцы обращаются друг к другу. Не-не-не, мы же не о братьях спорим, да, о братьях, кстати, тоже поговорим, это важно. Мы же спорим не о конкретных братьях, мы имеем в виду конкретное свидетельство человека, как я уже сказала, гигесипа в изглашении Евсея Викисаревского, что представители рода Давидова были казнены, были преследуемы тремя римскими ранними императорами, из чего следует, что прекрасно эти римские императоры знали об Исусе, не то, чтобы он был никому неизвестен, и с чего бы эти римские императоры преследовали их, если они не были как-то связаны с революционным движением. Тем более, что, более того, не только мы это знаем, но даже мы тогда можем представить, прибавить к этому сцену из Евангелия от Марка, где в 13 главе Иисус, когда он постфактум предрекает разрушение храма, говорит, что после этого его разрушения вас, то есть моих учеников, будут преследовать в собраниях и бить в синагогах, и будете ненавидимы всеми за имя мое. Но возникает вопрос, а чего это евреи после неудачной войны за независимость будут преследовать учеников Иисуса, а не вот тех, которые устроили эту войну, и мы действительно знаем, что слова Иисуса правда, потому что мы знаем, что фарисеи, собравшиеся в явный после разрушения охраны, они действительно придумали штуку, которая называется беркат хаменин, но формально это благословение еретикам, а реально это проклятие еретикам. Мин, миним во множественном числе, это, ну то есть это можно формально перевести как еретик, но когда мы читаем Талмуд, мы почти всегда понимаем, что речь идет об иудействующих христианах, то есть о тех последователях или Иисуса, или Иоанна Крестителя, которые соблюдали иудейские законы, придерживались ересью, ересью того, что можно назвать две власти в небе, то есть что есть трансцендентный бог и есть какой-то вот этот демюрк, который пришел на землю. Или, скажем, еще вот такой неприятный момент, что вот Иисус сказал, что в последние времена, то есть во время разрушения храма Марку он говорит, что многие придут под именем моим и многих прельстят. Но это очень серьезное заявление, то есть Иисус сам говорит у Марка, что вот те, которые будут называться моим именем, именем Христа, в последние дни, они будут проповедовать от моего имени. Но можно сказать, может, они как-то будут называться мессиями, но тоже странно, что берут на себя ответственность. Но еще неприятнее, что когда мы, это версия Евангелия от Марка, что это вот какие-то прельстители, это какие-то обманщики, которые проповедовали от имени Христа, а на самом деле Христом не были. Но в Евангелии от Иоанна, которые представляют другую традицию, Иисус тоже говорит, что после него придет некий человек, который будет называться параклет по-гречески, утешитель по-русски. А на арамейском это будет Минахин. Он будет духом истины, который будет свидетельствовать во имя мое, говорит Иисус. Несколько раз он повторяет про этого параклета. Напомню, что Минахимом звали мессио Сикариев, который, собственно, и был объявлен царем в иудейском храме, но очень недолго процарствовал, потому что его тот же за жестокость своей порешили. Вы, конечно, Михаил, скажете, что вот это все какие-то совпадения, этого... Много могу еще сказать, да, но я еще промолчу. Дам вам слово, тем более, что мы уже почти полтора часа в эфире. Да, кстати, надо потихонечку закругляться, но это я просто к тому, что вот еще раз каждая из вещей, которую я называю, может быть объяснена каким-то совпадением и там какой-то текстуальной ошибкой, что имели в виду другое. Вот есть такая вещь, которая называется Байесовский анализ. Я не буду людей морочить это самое своим хорошим знанием математики, которое не существует, но просто тупо скажу, что Байесовский анализ это когда у вас совокупность доказательств значит гораздо больше, чем каждое одно из них. На мой взгляд, вот из тех доказательств, которые я уже привела и приводила, конечно, самая потрясающая история, это та история, которая рассказана у Иосифа Флавия, о брате Иисуса, Иакове праведнике, она же рассказана во многих других неканонических текстах, он очень немножко упоминается и в канонических Евангелиях, точнее он упоминается в письмах апостола Павла, который с Иаковым праведником очень неладен. Так вот, и Иосиф Флавий говорит о том, что Иаков был, жил-был такой Иаков праведник, что он был брат Иисуса, что его сбросили около 62-го года незадолго до начала Иудейской войны со стены храма, его приговорил к смерти Синедрион, после этого страшно возмутились Сикария, и там вообще члены Синедриона так перепугались этой казнью, что побежали к римскому наместнику и стали говорить «Немет, немет». Вот, и самое интересное, что целый ряд христианских историков, включая Оригена, они, ну не историков, отцов церкви, включая Оригена, Евсевия и Кисаристова, они цитируют ту фразу, которая сейчас у Иосифа Флавиона вычеркнута, а именно то, что Иудейская война случилась в качестве мести, в качестве мщения за смертью окого праведника. Но это, вы знаете, прямо как в анекдоте. Я не знаю, кто за рулем, кто едет, но за рулем не у Брежних. Я не знаю, кто был Иисус, но его брат, который после него в течение 30 лет руководил сектой, значит, вот Иудейская война случилась в отместку за его смерть. Это просто небольшая часть просто совершенно очевидных вещей, которых можно говорить. Ну, еще одна самая очевидная вещь это сами по себе преследование христиан, потому что вот как-то так мы привыкли, что римская, нехорошая Римская империя преследовала христиан. А с какого спрашивается барана? Христиане Римская империя никого не преследовала. Римская империя не запрещала ни одну религию за то, что она является религией. Один раз запретили друидов за то, что они совершают человеческие жертвоприношения, другой раз запретили за то же самое, как ни странно, вакханалии, потому что тогда приверженцы вак этим баловались. Потом, значит, они как-то перестали разрывать людей на части во время вакханалии и, соответственно, запрет кончился самим собой. Да, еще запретили иудаизм, но это после восстания бар как бы, опять же, не за религиозные особенности. С какого нам рассказывают в Евангелиях, что Иисуса казнили по абсолютно судебные ошибки мирного проповедника не за то, не про что, а христиан потом преследовали, за что? Это очень серьезный вопрос, который должен быть адрес, то есть на него надо отвечать. Но вот вы рассказали подробно об сильных ваших аргументах в пользу вашей гипотезы. Я задам вам еще один последний вопрос, потому что да, уже полтора часа. Какой или какие из ваших аргументов вы сами считаете наиболее слабыми и нуждающимися в доработке, если у вас такие есть? Отличный вопрос, потому что я надеюсь, что я попытаюсь адресовать его в новой книжке, но как я уже сказала, те, которые я не привела аргументы, они сильны все вместе. Я уже сказала, что, например, с моей точки зрения аргументы чрезвычайно широкой распространенности гигантского количества христианских течений, это тоже очень сильный аргумент, потому что не получается у нас маленького ручейка, другое дело, что маленьким ручейком было павловское христианство, которое было одним из небольших фрагментов этого гигантского потока. Я бы сказала, что с моей точки зрения наиболее слабая вещь, которую я не понимаю, это вот когда все-таки родилась идея насчет бессмертия души. Мне кажется, что это абсолютно ключевой поворот, который позволил христианству и соответственно различным видам христианства, потом церкви, которая все это очень сузило, восторжествовать. И мне бы было красиво считать, как я уже сказала, что это произошло благодаря Иоанну Крестителю, которого славянский Иосиф, кстати, это еще одна очень важная деталь, которая подтверждает то, что я говорю, которого славянский Иосиф, так называемый, очень сомнительная книга с очень нехорошей репутацией, но в том числе часть этой нехорошей репутации происходит действительно из-за христианских ставок, а часть этой нехорошей репутации происходит ровно из-за того, что она, в частности, отождествляет Иоанна Крестителя с пророком Цедоком, которого Иосиф Лави называл основателем вот этой страшной четвертой секты, сообщает и славянский Иосиф, и он же Иоанн Креститель начал проповедовать на поколение раньше Христа, то есть приблизительно момент смерти Ирода Великого плюс-минус, и был казен позже Христа, то есть в 36-м году нашей эры незадолго перед кончиной Тиберии. Вот очень приятно представить себе, что это именно реформа Иоанна Крестителя по ряду параметров получается так, но скажем тот же самый Иосиф Лавий, о котором я только что говорила, говорит, что два фарисея Иуда и Матафия, когда они в конце, когда Ирод у Велики был уже при смерти, они поднимали народ, но подбивали его скорее на мученичество, чем на восстание, они там хотели снять с ворот храма орла которого, гигантского, которого подарил Ирод, и говорили, что вот кто умрет за заветы отцов, то вот душа вкушает вечное блаженство. Если это не анахронизм, то получается, что эта история родилась несколько раньше Иоанна Крестителя. Конечно, у нас есть гигантское множество, к сожалению, лакун. Еще одна очень сильная лакуна, это вообще то, что происходило с церковью между семидесятами и, скажем, где-то, вернее, не с церковью, а с христианством между где-то семидесятами и сто шестидесятами годами, потому что у нас же с христианством совершенно фантастическая вещь. Но ладно, что у нас нету каких-то прижизненных... В общем, речь же идет не о бесписьменной цивилизации, речь же идет о неком секте, которая очень почитала книгу, потому что иудаизм очень почитала книгу. Вокруг довольно был высокий уровень грамотности и в Риме, и в Греции, и в самой Палестине, не говоря уже о том, что если даже люди были неграмотные, то они от этого книгу мало не почитают. Наоборот, они ее читают на всеобщем собрании. Они как раз очень... к ней относятся как к телевизору. Просто ее немножко другим способом употребляют. Соответственно, вот у нас есть провал текст-текстов, которые были написаны сразу после смерти Иисуса. У нас первая Евангелие появляется в 70-х годах. Но это еще ладно. Но дальше у нас абсолютный провал с текстами после канонических. До отцов церкви вот фактически вот мы цитировали Поликарпа, Юстина Мученика. Но это же первые отцы церкви, тексты которых до нас дошли. А в середине-то что? Ну хорошо. Между 70-ми годами и 160-ми произошло очень много эволюционных этапов развития христианства, которое совершенно перестало быть похоже на свои истоки и даже перестало быть похоже на те тексты, которые были написаны в 70-х. И более того, совершенно не походило на то, что потом было названо ортодоксией. Вот мы только что цитировали с вами Юстина Мученика, который считается одним из основоположников ортодоксии. Множеством современных ученых Даниэль Боярин, например, пишет, что Юстин Мученик это человек, который является создателем ортодоксии. И создателем, кстати, термина ересь. Хотя до этого еретики просто назывались лжецами или сынами дьявола, но это не важно. Так вот, Юстин Мученик, он, во-первых, пишет в 150-х, 160-х, ну, в крайнем случае, 130-х годах нашего века, на нашей эры. И, согласитесь, это достаточно поздно. А во-вторых, это человек, который, например, в диалоге с Иудеем Трифоном, если я не ошибаюсь, это 160-е годы, сообщает нам следующие вещи. Первое, иудеи всегда исповедовали идею двух богов, двух властей в небе. У них был трансцензентный бог, и у них был вот тот самый бог, который был вполне земной божок, который там закрывал дверцу Нового Ковчега. Мы бы сейчас сказали, что эта проблема чисто текстуальная, потому что она как раз связана с той самой документарной гипотезой, которую мы обсуждали, и с возвышенными представлениями элохиста о боге, и с низменными представлениями о боге Яхвеста. Но, значит, Юстин Мученик говорил, что вот у Идеев есть два бога. Юстин Мученик также говорил, что те, кто соблюдает иудейский закон, спасутся, если они верят в Христа. И, как я уже сказала, он считал, что, а вот тех считает, что их души берутся на небо, те не являются христианами, являются еретиками. Вот этот человек является основоположником современной ортодоксии. Вот то, что он верит, не имеет никакого отношения в то, что верил Иисус, и не имеет никакого отношения к современной доктрине Троицы и современному представлению о том, кто является христианином, а кто нет. Вот как это объяснить? Вы знаете, несколько комментариев по поводу идеи бессмертия души. Дело в том, что в христианстве это даже не бессмертие души, а именно телесное воскресение стало основой. То, что идея бессмертия души присутствует уже у Платона и Сократа, а идея бессмертия души присутствует у зороастрийцев. Мы не знаем, когда зороастрий учил и, так сказать, действительно ли гад это его сочинение, но все равно зороастризм учат о божественном воздаянии и бессмертии души. Так что я бы сказал, что не идея бессмертия души, которая явно пришла не из иудаизма, важна в христианстве, а именно идея телесного воплощения. Ее же в иудаизме тоже не было. Это фарисеи верили во что-то такое, а в классическом иудаизме никакого телесного воскресения нет. Да, естественно, и, собственно, вот это очень важная деталь, и, наверное, это вот как раз мы говорим, вот то, что меня интересует, это историческое развитие этих идей, потому что вот тут я просто буду не то что сто процентов согласна, обеими руками нашим слушателям напомню, что идея физического воскресения тела у миллионаристов возникает, собственно, вместе с иудейским миллионаризмом, который отличается от артациального иудаизма, и который возникает вместе с восстанием маковеев. Во второй, если я не ошибаюсь, в 63-й год до нашей эры первый Макавей победил. Соответственно, вот там в книгах маковейских мы как раз читаем о мучениках, которые сопротивлялись царю Антиоху и Епифану и говорили, что вот мы пойдем в вечное воскресенье, а тебе уготовлена вечная мука. И кроме того, мы имеем книгу Даниила, которая тоже была одна из очень немногих книг среди существующего священного писания евреев, которая действительно была написана позже, поздно, кусками разными, в том числе некоторые ее части были написаны около этого времени на арамейском, и там как раз и Даниила 7, и Даниила 12, в частности, Даниила 12, если я не ошибаюсь, как раз говорят о физическом воскресенье, что многие любящих пробудятся, одни на жизнь вечную, другие на вечное поругание, если я не ошибаюсь, правильно цитил. Вот, и мы как раз, и почему это именно физическое воскресенье, тут можно 2 предположить. Вы сами правильно сказали слово, замечательно сказали слово зороастризм, потому что я напоминаю, что в зороастризме, правда, мы не совсем понимаем, когда сложился настоящий классический зороастризм. Мы просто там вот разница от 12, от 15 до 6 века до нашей эры. Ну, я бы, знаете, сказала, что я бы еще добавила от 12 до нашей, до 3 после. А, ну, это когда уже складывался как религия. Да, так что там просто такой чудовищный разброс, да, что в отличие, скажем, от иудаизма, где мы более четко понимаем. Так вот, тем не менее, в зороастризме хорошим, правильным миром является именно материальный мир. А мир духовный, он немножечко такой недоделанный. Вот там тоже речь идет о физическом воскресении в конце всеобщей эры торжества добра или как это там называется. Вот, и, соответственно, это может быть зороастрийское влияние, а это может быть то, о чем мы говорили в самом начале, что ортодоксальный иудаизм справедливо может воспринимать бессмертную душу как соперницу Бога. И это было очень долго, потому что мы видим никаких ни во втором, ни в первом веке до нашей эры, мы не видим никаких намеков на бессмертие души. И вдруг в самом конце царства Нейрода у нас вот как из рога изобилия начинают валиться вот эти свидетельства. И у нас начинают валиться свидетельства, что это исповедовали в том числе именно самые радикальные слои. Вот я, наверное, закончу пример, примером, который приводит Иосиф Флавий, когда он говорит о сикариях, самых вот этих страшных влюзионерах, которые в конце восстания в Массаде поубивали друг друга, и их вождь Елиазар Бен Гир произносит речь перед ними, и он произносит в том числе речь, которая очень, кажалово, страна для миллионариста, которая всегда на материальные ништяки обещала, и царство Божие на земле. И тут он говорит, что да, вот мы помрем, но это значит хорошо, мы освободимся, это и будет настоящая свобода, потому что душа родственница Бога, и она обретает настоящую свободу только тогда, когда освобождается от тела. Здравствуй, здравствуй, мама, Новый год. Вот мы, как я сказала, мне кажется, что вот эта идея бессмертия души, противоречащая ортодоксальному льдаизму, она была реакцией на череду абсолютно разгромов восстаниях, надо было объяснить приверженцам, ну, что ж все так плохо, и где вот все вот это. И ответ был совершенно замечательный, на небесах. И вот между этими двумя полюсами физического воскресения и бессмертия души, оно действительно очень долго колебалось христианство, и как ни странно, ортодоксальная церковь, она очень долго была достаточно консервативна в этом вопросе, она очень... Мясо. Да, да, и одна из моих гипотез заключается в том, что вот тем не менее мы видим, что компонента бессмертия души, она существовала с самого начала, она более того, мы совершенно точно понимаем, что она существовала, видимо, в проповеди Христа, но тоже, да, мы, конечно, только Евангелие можем цитировать в подтверждение, а они опять же писались разными людьми, у которых была своя повестка, но вот я хочу обратить ваше внимание, что в Евангелии от Матфея, ну не только от Матфея, но от Матфея в частности, Иисус отвечает на вопрос с Удукеев, который его спрашивает, а вот тут есть женщина, которая выходила замуж за семь братьев, ну, по либератскому закону, потому что один умер, другой умер, третий умер, и вот так она переходила. Вот когда они все воскреснут, женой кого она будет? А Иисус отвечает, не будь дурак, он говорит, что не вы не знаете священных писаний, говорит Иисус, потому что в воскресении не женятся, не плодятся, а будут, как ангелы, не в бесах. А в священных писаниях евреев ничего похожего нет, Иисус цитирует книгу Еноха, то есть книгу, скорее всего, написанную Иоанном Крестителем, в которой ровно эта идея и задвигается, что значит, вот ангелам нехорошо жениться, а, кстати говоря, собственно, в Торе, если вы помните, ангелы как раз и женились. И у них хеммахагебарим ашер меолам аншех ашем, а у них рождались как раз богатыри и славные люди. Да, извините, но должен сделать несколько комментариев, а потом дам вам последнее завершающее слово. А значит, по поводу бессмертия души. Тут есть еще один вариант Индия. А, да, конечно. В Индии, это же римское общество, это было общество, так сказать, мультикультурное, как сейчас говорят. Индусские влияния присутствовали, индуизм проповедовал бессмертие души, единение с Брахмой. Это могло быть тоже как-то ну, повлиять. Это во-первых. Во-вторых, вы говорите, что первые Евангелия написаны были достаточно ну, не сразу после смерти Христа. Это действительно так, 30-40 лет. Но, с другой стороны, если сравнить их с первыми биографиями Будды, которые были написаны 500 лет после того, как он жил, Евангелие достаточно достоверное. А Индия тоже была письменной культурой. Это еще один комментарий. Третий комментарий по поводу телесного воскрешения. Вот если вы возьмете католическую, как это, катехизис католический, книжечку, во что мы верим, то... Да-да-да-да, там будет телесное воскрешение. Да. Обращаю внимание наших слушателей, что просто в никийском символе веры, почему католическом католическом символе веры, записано телесное... Да-да-да, но в нынешнем католическом катехизисе, так он кажется, или катехизм, не знаю. В общем, короче говоря, книжечка «Ответы на все вопросы». Дело в том, что я-то со студентами это обсуждаю, можно сказать, ну, не каждую неделю, но очень часто. Там записано, вопрос какой, а что это за тело? Вот телесное воскресение, да, мы верим в это, а в какое тело мы будем воскресать? И ответ, никто этого не знает. Это может быть... Так пусть цитируют не все мы умрем, но все изменимся. Да, они так и думают, они это и цитируют, что тело-то на самом деле будет духовное, а не телесное. То есть, на самом деле, нынешняя церковь отошла от Юстина Мученика, Джастин Демартера, которого вы цитировали. Вот это вот тоже любопытно. А я об этом и говорю, что что же это за странная церковь, которая утверждала, что вот учение Христа передано во всей непрерывности сначала от Христа к апостолам, от них к епископам и так далее, и так далее, это как палочка эстафетная. Да. И каждый раз, когда мы на протяжении всей истории христианства, ну, хотя бы до первого века, где-то смотрим на эту палочку, мы видим, что она в процессе, как в игре испорченный телефон, изменялось все. И то, что было ортодоксией в одном веке, становилось ересью в другом. Это точно. Вот с этим, да, мы можем согласиться. И я думаю, что на этом лучше закончить наш разговор, потому что уже почти два часа. зрители могут сказать. Михаил, я, да. Огромное спасибо. Я получил истинное наслаждение от нашего разговора. Михаил, а я-то какое? Если вы представляете, какое счастье не обсуждать технические характеристики ракеты ХА-101, хотя это тоже, конечно, очень интересно. Ой, ой. Еще раз напоминаю, пожалуйста, подписывайтесь на канал Юлии Латыниной, подписывайтесь на мой канал, ставьте те самые лайки, колокольчики, нажимайте, жмите. Вот. Ну, я надеюсь, что мы продолжим в той или иной форме наши религиозно-философские диспуты или беседы. Еще раз огромное спасибо. Михаил, вам огромное спасибо, потому что, вот видите, я и не заметила, как прошло два часа. Я, кажется, это самое, вот не знаю, как там раскрылись все воды Великой Безды, но, по-моему, на меня нажали на кнопку, и я так радостно, радостно начала говорить на темы, которые меня действительно интересуют. Замечательно.